За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погибли семь мирных жителей Донецкой области. Об этом в своём телеграмме сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. За 4 августа россияне убили семь мирных жителей Донецкой области в Торецке. Ещё девять человек получили ранения. По информации Кириленко, с 24 февраля в области погибли как минимум 685 гражданских лиц. Кириленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв Мариуполи и Волновахи. Утром в пятницу под удары российских войск попал один из районов Николаева. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в телеграмме. По крайней мере 22 человека получили ранения, сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева. Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела Николаевского района три человека получили ранения. Также в Николаевском и Башатанском районах были разрушены жилые дома, линии электропередач и сельскохозяйственные постройки. Во время ночной атаки по пригороду Запорожье российские военные попали в объект инфраструктуры. В результате удара возник пожар в цехе предприятия. Ночью российские войска также массированно обстреляли Харьков. Три человека получили ранения. Об этом в своём телеграмме сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов. Этой ночью враг, по предварительным данным из систем залпового огня, совершил массированный обстрел Шевченковского, Индустриального и Салтовского районов Харькова. Под ударом оказались жилые дома, магазины, рынок. Во многих домах повреждены стёкла. Пострадало помещение учебного заведения, детские площадки. Пиротехники также изъяли снаряды, которые не разорвались. По словам Сенегубова, в течение суток подвергались обстрелу также населённые пункты Харьковского, Изюмовского, Богодуховского и Чугуевского районов области. В Изюмском районе ВСО освободили и взяли под полный контроль село Дмитровка. Сейчас на линии соприкосновения продолжаются активные боевые действия. Российские военные используют Запорожскую АЭС для обстрелов украинской позиции на западном берегу Днепра, прикрываясь статусом ядерного объекта. Об этом говорится в отчёте британской разведки. Аналитики отмечают, что после пяти месяцев оккупации намерения РФ в отношении АЭС остаются неясными. Однако действия, которые они предприняли на объекте, вероятно подорвали безопасность нормальной эксплуатации станции, считают представители британской разведки. Сегодня офис генпрокурора Украины сообщил, что в результате полномасштабного вторжения России в Украину в стране с февраля погибли 359 детей. Ещё более 700 получили ранения разной степени. Больше всего пострадало детей в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. Максим Искальков. Настоящее время. Америка. Вашингтон.